Быть педагогом призвание, это слово могло повторить не одно поколение наставников Гомичны. До речи, в нашем регионе, якосной по тем часу, адукацию отрымливали еще у середней вечи. Например, у коллегии Юровицкого монастыра. Сегодня у системы адукации в области просует больше 60 тысяч человек, половых за яких непосредственно наставники. Перечим, как высветлился по часу областного свято, шмат кто за их мая еще и цикавые захопления. Некто, например, створяя археологичную коллекцию, некто сбирая минералы, а некто – генины посуд. Одна из самых цикавых коллекций у Натальи Седьковой. По-первых, это коллекция песочных одинников, у некоторых за яких час тяче, у «Одворотный бок». А по-другому коллекция глобусов, глобусов Украины. Оказывается, истинные такие. Хоть гонориться наставникам Гомельской области можно не только своими коллекциями. Все это организаторы свято продвиглядели шерох номинаций, переможцы яких. Люди саправды уникальны. Наставник у фронтовой гимнастерцы, для ветеранов педагогичной працы. Молодый наставник, для тех, кто не глядит, чем взрослый, уже достигнув наших успехов. Наставник немецкой мовы середней школы номер 49 города Гомеля Денис Шинкевич, добрый ведая, что все дети одоранные и талиновитые, головные выявить к этой якости. Главным навыком является говорение, восприятие речи на слух. Это очень важный момент. Дети не должны учиться писать, читать. То есть это в любом случае обязательно, но главное, чтобы понимали иностранцев и умели высказывать свою точку зрения. Кажут, что наставник – это не профессия, а лез, а тому и стать им, может, не кожным. По последний час на Гомешне створили целую систему пошуку и наступной профессийной подрактовки наставников. Работа начинается еще подчас учебы в школе, что у вынику дозволило не только вырешить кадровую проблему, а и узнать региональную систему эдукации на новый уровень. Рассказываем ребятам, да и они сами видят, чем занимается учитель. И после окончания среднего учебного заведения, будь то лицей, гимназий или обычная школа, ребята имеют возможность получить целевое направление для поступления в педагогические вузы. После окончания они возвращаются на свою малую родину. Поэтому проблем у нас по подготовке кадров особых нет. Глобальных каких-то изменений у нас не планируется, а плановая работа по подготовке кадров будет проводиться и в дальнейшем. Алексей Чароу, Валерий Капанько, Теллиарадо Компания Гомиль.